Продолжаем выпуск. Жители Садпаева жалуются на нехватку автобусов в городе. Говорят, что вынуждены тратить свое драгоценное время на остановках. Интервал между маршрутами длинный, а транспорт ходит мало. Такая же картина и в одном из поселков области. Люди просят увеличить количество общественного транспорта. Их выслушала Наргиз Жанабекова. Садпаевцы просят чиновников обратить на них внимание. А именно увеличить количество автобусов хотя бы в зимний период. Ведь в ожидании общественного транспорта им приходится подолгу стоять на остановках. Взрослые переживают за детей. Некоторые маршрутки приходится ждать по 40 минут на морозе. Дети ездят, к примеру, тоже стоят, мерзнут. В субботу и воскресенье всегда то маршрутка сломается, то просто ездят с огромным интервалом во времени. Хотелось бы, чтобы решили данную проблему. В Акимате сообщили, что раньше было 10 маршрутов, но их сократили из-за неэффективности. Оставили 6. Сейчас говорят, что работают над тем, чтобы уменьшить интервал ожидания. На сегодняшний день ежедневно по 6 маршрутам выполняется перевозка 2 перевозчика. Это ТО «Нуртрансет» и ЕП «Хожахметов». В период дачного сезона курсирует еще один маршрут. Подрядчики на собственные средства приобрели автобус и паз. Также разобративается процесс введения электронного билетирования в общественном транспорте. А еще у жителей поселка Аварийной области Улытау претензии к единственному маршруту, который курсирует с поселка в город. Этот рейс также приходится ждать часами, либо его вообще нет на линии. Взрослые не попадают на работу, потому что автобус бывает на 15, на 20, на 30 минут задерживается. Как вот элементарно добиваться? Хорошо, когда теплое время года, а зимой стоять по 40 минут. Вот остановка у нас элементарно даже не закрытая. То есть с ребенком стоишь 30 минут, это все должны осознавать, что это вообще такое. На данный момент перевозки осуществляются в соответствии с утвержденным графиком перевозок. Кроме того, для сведения сообщаем также, что на данный момент объявлен конкурс на право обслуживания внутригородских маршрутов по всем 13 маршрутам, итоги которых состоятся 20 февраля текущего года. Местные власти обещают исправить ситуацию и добавили, что в областном центре ездят 13 маршрутов. В городе 46 автобусов, 34 из которых обновили.